Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, привезли грабли на ремонт, сейчас мы их отнули керхером Вот, я вам покажу, значит, где у нас поломка Жень, можешь рассказать вообще, как думаешь, в чем причина? Здесь вот она поломка основная, получается, вот трещина идет И она с двух сторон, сейчас секундочку, с этой стороны С этой стороны ровная И на этой же вапе, так же, секундочку Ага, вот идеально ровненькая Трещинка, а с этой стороны есть? С этой стороны, а вот есть Тоже, вот, идеально ровная То есть, это получается, как будто раскололось, да? Да, ну, скорее всего, причина, получается, когда закрывает Вот она и вот здесь вмятина, получается, бьется об этом Получается, нет ограничителя По-хорошему, ограничитель должен быть здесь Когда закрывается, чтобы до упора туда не доходило Здесь во что-то упиралось Получается, там рычаг большой, ее отламывает Так если здесь будет ограничитель, его будет здесь же ломать? Вот здесь не будет ничего ломать Возле вала ничего не будет Здесь, получается, длинный рычаг, получается, большой рычаг у нее Ей легко здесь сломать Если здесь, она просто будет упираться, сминать Где-то здесь поставить Ну, высчитать место, чтобы она здесь Миллиметров пять там не доходила До конца, чтобы не было этих ударов То есть, нужно на будущее, чтобы производитель сделал Зазорчик, может, даже сантиметр один, чтобы не доходило От этих ударов она ее здесь и ломает Она и вот здесь, получается, вот разбила, получается От ударов И поэтому ее в этом месте и рвет, и ломает Причина в этом То есть, а бывает, когда работаем Допустим, пенек выкорчевали Этот пенек, он по ширине Ну, как половинка граблей И вот она зажимает одной лапой А вторая лапа, так как ей зажимать нечего Она опускается и опять же бьется сюда То есть, грузить бревна, допустим, хорошо Бревно взял, погрузил Ветки, порубочные остатки хорошо А вот при корчевке или при погрузке пней Когда пень у вас меньше самих граблей У вас или правая, левая сторона бьется постоянно И вот у нас около 500 моточасов на работке Работали мы, значит, грузили ветки, грузили бревна И время от времени корчуем Такая ситуация получилась Если, ребят, у кого-то такие же грабли Можете в комментариях написать Что у вас сломалось Именно у такой модели Значит, они у нас стоят на экскаваторе GCB 205 20 тоник Вот вам моделька Taker G1250 Вот сейчас мы их отмыли И, Женя, какое предложение, как думаешь, как лучше сделать? Чтоб и красиво, цивильно выглядело Ну, есть два варианта Если, например, там можно вариант сделать понаружу Зарезаться там до основания Заварить, зашлифовать И вырезать, сделать аккуратно Либо до суда, либо вот так аккуратно Получается До конца, да? До конца, да Такие овальные сделать Чтоб как по торцам приблизительно Вот на этих Приблизительно такие латочки выглядели Приблизительно здесь так Зубья вырезать Ну, надо сталь хорошую найти Получается На ЧПУ резки сделать, да? Да, вырезать все Аккуратно, чтобы было Подобрать краску, покрасить Чтоб красиво смотрелись Да Глаза бросаться не будет А как думаешь, если мы латки делаем Короче, с двух сторон, да? Если мы их сделаем И в перспективу будет опять биться Будут опять трещины ломаться? Как нам избежать вообще В перспективу таких поломок? В перспективе избежать Надо здесь ставить все Ограничитель здесь Чтоб где-то здесь Чтобы когда в нижней Когда здесь опустилась Здесь оставляешь зазор Где-то здесь ставить упор Что-то приварить Вот в этом месте Чтобы там не доходило С той стороны Не билось об это Здесь, если будет биться Здесь у нее Ну, вот он вал И здесь рядом У нее рычага нет Будет просто ограничитель Чуть сминаться И все Периодически за ним смотри А чтоб там не было ударов Основные надо там убирать удары Она вот смотри Видишь, вот видишь Где на закруглении Вот она и сильно развальцована Это место Вот она бьет Ладно, ребят Будем ремонтировать Процесс ремонта Будем снимать Показывать В итоге Как мы Отремонтировали Увидите В следующих выпусках А сейчас у нас задача Найти металл крепкий Хардекс Несколько Скинули спецификацию Как из Хардекса Это все сделано Хардекс найти Сейчас будет сложно Потом на ЧПУ станке Его вырезать Аккуратно Приварить Подшлифовать Покрасить Заодно полностью Грабли покрасим Обновим Все На связи